Вот один из секретов моего успеха, как я считаю, валяясь на кровати и что-то там вещая из Дахаба. Я проповедую одну очень простую истину. Никто не хуже, никто не лучше. Мерить черепа в 21 веке – это абсурд и бред. Как только вы начинаете вещать, что вы чем-то лучше, а кто-то хоть чем-то хуже, вы как раз становитесь рядом с товарищем Гитлером. И не больше, и не меньше. И в стране, я говорю обо всей территории постсоветской, где невероятное количество людей смешанного происхождения, любые попытки рассказать, что кто-то хуже, кто-то лучше, крайне взрывоопасны. Катастрофа. Вот и все. И приведет просто к катастрофе. С любой стороны. Вот это я людям и объясняю. И люди это воспринимают. В любом стриме мне в чатике пишут. А я вот настолько-то такой, я-то настолько-то такой. Я вот такой вот культуры. Я себя считаю таким-то, таким-то, таким-то. И оказывается, что действительно Россия – это большая Украина. Более 30 миллионов людей имеет хоть какое-то там украинское происхождение. Вон Захарова сказала, что вот на четверть украинка. Вот. Но вот кого не возьми. У нас же огромное количество от Матвиенко, да уже не знаю у кого, там, людей украинского происхождения. То же самое в Украине. Невероятное количество людей, которые имеют русские корни. И во всех советских республиках все то же самое один в один. Кого мы и зачем делим? И ради чего? Ну, это сколько из них должно быть Нобелевских лауреатов? Немеряно. И где в Африке Мерседесе? Ну, кроме Ваканды, конечно, ты понимаешь. Я же говорю, что если взять папуасских детишек, с детства их учить, профориентировать, то они изобретут чего и покруче Студебекера. Поэтому рассказывать, что кто-то там тупой, а вы там умные только потому, что вы другого цвета, извините, ребята, но вы реально конченые гитлеровцы. Да, да, сразу. Вот, просто сходу. Поэтому мы переходим к нашему главному преимуществу, которое недооценил коллективный Запад. Которого у них нет. Дружба народов? В том числе. Даже дело не столько в дружбе народов, а в том, что у нас принимают всех, если человек способен показать результат на табло. В любой сфере. Будь ты хоть негр преклонных годов, будь ты кем угодно, появись ты из ниоткуда. Как в известном фильме «Я русский, нам-то не гони». Если ты реально что-то можешь, тебя примут совершенно спокойно. С тобой будут иметь дружеские связи, сексуальные, товарищеские, рабочие, какие угодно. Если ты что-то из себя представляешь, что-то умеешь, и при этом ты еще и хороший человек, то есть ни мразь, ни подлый, ни конченый и так далее, тебя реально примут как родного. У твоих детей вообще никаких проблем не будет, то есть все, ты свой. Говорить не о чем. А на Западе ты можешь быть кем угодно, тебя никогда не примут как своего. Даже в пятом поколении тебя припомнят, что ты чужак. И это обусловлено опять-таки их условиями жизни. Например. Мы вынуждены исключать из своих общин чужаков. Зачем? А потому что пряников сладких всегда не хватает на всех. У нас всем всего хватит, у нас большие просторы. Это наше преимущество, которое произрастает из нашего недостатка. У нас очень хреновые институции. У нас не было необходимости ими заморачиваться, потому что у нас всего много. Тебе чего-то не нравится, ты ушел себе в какой-то скит, уехал куда-то далеко в Сибирь, организовал себе какую-то общину. То есть, если тебе что-то не понравилось, руки в ноги и свалил. И там себе твори выдумывай пробы. У них это неправильно такой, которому наплевать на свою общину. Чисто модельный пример, это типа гипотетически возможно. Их специально таких отбирают. И я уверена, что из тех, кто готов забить на свою общину, плюнуть на своих земляков, лишь бы прорваться к этим белым людям. У нас все совсем по-другому. Кто бы что ни говорил о том, как у нас тут процветает расизм, национализм и все такое прочее. Сколько бы у нас не было паблика, многонационал и все такое. Если ты реально что-то из себя представляешь, у тебя в миллион раз больше шансов вписаться в наше общество на равных, чем в какой-нибудь Европе. Это абсолютно однозначно. Кто бы там что ни говорил. И если мы просто спокойно стырим их лучшие примеры институций, мы получим трехкратное преимущество над ними. Например, каких? Ну, обычные их алгоритмы принятия легитимных коллективных решений. Распределение благ от неделимого имущества, раздела имущества и всего остального. Мы, помимо нашего преимущества, что мы принимаем всех, был бы счет на табло, еще и получим их преимущество. А они наше преимущество получат не в состоянии. Просто физически не в состоянии. Вот то, о чем я говорила. Вот сейчас очень-очень наши олигархи изумлены, что как это так их бедненьких обнулили. Как раз недавно вывалили ролик, где Владимир Владимирович в 2002 году все отнимут, где там замучаетесь, пыль глотать, бегать за ними. 2002 год. Что непонятно бывает. Они наивные. Они думали, что их примут. Они не поняли, что когда настанет день Х, их выкинут, их исключат. Их отстранят от общего ресурса. Вот у них есть общий ресурс. К нему допускают временно, чтобы вас, дурачков, завлечь. Папуасов. Папуасов. Вот я всегда поражалась всем этим олигархам. Ребята, вы видели, чтобы среди каких-то там западных элит были, например, какие-то вот негры, которые своих земляков продавали в рабство? Да, индусы, китайцы. Какие-нибудь индусы были. Может, вы там видели китайцев, может, вы там арабов каких-то видели. Как-то нет. Нет. Почему вы думаете, что вас, дурачков, туда пустят? Допустят к распилу этого общего ресурса. Только потому, что вы белые, внешне на них похожи, что даже вы учили их язык, что даже ваши дети толком русского не знают. Вы что, дурные? Они в это верили. Они не знали этого закона западного мира, что туда не берут чужаков. Как говорил Морфей, добро пожаловать в реальный мир. Да, да, да. Как-то странно. А у нас вот берут, вот мне кто-то недавно приводил, да, вот мы потомки, вот целая куча народа у меня в чатике нарисовалась, которые потомки французов с 1812 года, которые тупо остались в России. Конечно, остались. А что им, собственно говоря, не остаться? Зачем им возвращаться в какую-то Францию, где они будут никем? А тут у них все пути открыты. А что, не дворяне там? Все российское дворянство знает французский. На них тут смотрят красивые женщины. А там бы во Франции на них никто не смотрел. Конечно, они остались и всего добились, и все у них нормально. Я же говорю, будь ты хоть негр преклонных годов, хоть ты раб Петра Великого. Будь ты шотландец там. Будь ты немец. Без разницы. Показывай результат. Будь хорошим человеком. Тебя здесь примут. И твои дети там, внуки будут уже родными. Как бы и всем плевать, кто ты там был. Крайний случай. Крестись. Вот. И НКО. То вы имеете право считать нас жижей и перхотью. Мы разве не такой народ? И вот то же самое я вижу сейчас. Опасно. Да. И вот непонятно, сможет ли здоровая часть российского общества, которое создает вот этот французский весь вот фон нетерпимости к охранителям, хоть как-то что-то сделать. Победа не предрешена, потому что люди вот привыкли, что да, наверное, где-то кто-то решает, что-то знает лучше, чем мы. Но голоса раздаются. Не все смирились. Люди воюют, люди сражаются. Многие, да, тоже чувство дежавю испытывают. В конце концов, очень многих есть друзья в Украине, и многие в состоянии провести параллели, с чего там начиналось и что вот теперь начинается здесь. Беларусь-то в конце концов была после, и очень многие там, кто и хотел бы пойти в Змогары, кто может и ненавидит того Лукашенко, имеет ли этого 100-500 оснований, они подумали, не, ребята, не надо нам такого, как в Украине, лучше потерпим. Лукашенко не вечен, как бы мы там к нему не относились, пусть лучше еще посидит, чем мы получим такой же жуткий инфернальный трэш, как вот это получила братская Украина. И вот я поражаюсь некоторым товарищам в России, которые вот, глядя на то, что только что случилось, и началось это именно с того, что заткнули рот всем несогласным. Именно с этого началось. Очень грамотно ведь работали, вот спрашивают, как работают все эти НКО, как работают все эти соросящие структуры. Да очень просто. Они же и меня пытались вовлечь во все это дело, как бы, ну, когда они увидели, что я не собираюсь работать в их повесточке, меня тут же, естественно, заглушили. И таких, как я, кто собирался воспользоваться их институциями, но в своих целях, в своих интересах и по своей программе. Им нужны только те, кто работает только по их повесточке. Вот они вещают, что мы тут создаем вот структуры, там вот давайте на низах, там пусть растут все цветы, и вот будем поливать то, что прорастает. Нет. Как только ты начинаешь хоть немножко отклоняться от их массовой повесточки, тут же тебя забудут, как и зовут, и заглушат всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Ну, в принципе, вот у вас-то происходит то же самое. То есть, все эти НКОшки, которые, ну, у вас же тоже пораскалывались. Те, кто там не хотел двигаться в повесточке Навального, там пооткалывались, сейчас каются, что вообще в это все ввязывались, пытаются делать что-то сами. То есть, везде все по одной схеме, по одному шаблону. Везде выбирают тех, кто никогда в жизни не пробился бы по социальной лестнице, им внушают, что они получили, да, вы здесь власть, что они получили вот это все, это влияние, какую-то там зарплату, еще что-то за их заслуги, а вовсе не потому, что их просто выбрали для того, чтобы они двигали эту повесточку. Это не очевидно. Это вот для них не очевидно. А для нас, кто это все прошел на своей шкуре и все это просто уже видел и испытал, для нас это просто очевидно. Мы это видим невооруженным взглядом. И вот я даже верю, что часть охранителей абсолютно уверены, что они действуют правильно, что вот так и надо, что вот, ну, святая простота. Старушка, кидающая вязанку хворост в костер Яна Гуса. Некоторые товарищи, конечно, знают, за что они сражаются, за какую пайку, почему они в их хранителях, то есть, на кого они работают, почему и как. И куча, естественно, тех, которые наивно думают, что они делают благо. И вот я не знаю, удастся ли объяснить, что нельзя называть своих сограждан жижей и перхотью. Только потому, что они задают совершенно правомерные вопросы. Не можешь победить в возглаве. И хотя бы послушай, что говорят. И послушай, да. Может, в этом есть какое-то зерно, которым следует заняться и не обзывательствами, а что-то дельное сделать. Собраться, обсудить, может быть. Да, да, обговорить. Прийти к консенсусам. Но они же сразу говорят, вы враги. Вы враги. Вы работаете на коллективный Запад. Вы работаете на Соларейх. Среди нас затесались враги России. Как вы их квалифицируете? Хотелось бы узнать. Да, вот хотелось бы узнать, ребята. По каким критериям вы считаете, что вы делаете добро, а они делают зло. Кто вас уполномочил, все эти оценочные критерии каким-либо образом составлять, и кто вас уполномочил быть судьями? Вы вообще кто? Когда им задаешь такие вопросы, естественно, я их задавать, естественно, не могу. Тут же ты тупая хохлуха, ты развалила свою страну, там вали там в свой Киев, там вот тявкой. Ладно, я помолчу, мне-то что? Но когда эти вопросы задают россияне же, это совсем другое дело. И надежда только, собственно, на то, что их россияне и будут задавать. Я-то могу только рассказать, что было у нас и с чего начиналось. И заявить, что вот, ребята, вот вам параллели, вот вам наглядный пример, с чего все обычно начинается с того, что какая-то группа самопровозглашает себя главными патриотами и затыкает рты всем, кто задает правомернейшие вопросы. Вот так. Ну, со своей стороны сделаем все, что можем. Ты к нам надолго? Ну, как бы мне некуда. Я к вам, потом в Москву, потом все-таки собираюсь добраться до Донвасса и быть со своим народом. К нам я Питер имею в виду, а не Россию. Ну, к вам как бы вот постараюсь всех удовлетворить, кто хочет со мной сделать какие-то там интервью и все такое. Поглазею вообще на музеи, на все такое, как обычно. То есть, стандартная культурная программа. Потом перемещусь в Москву. А там я же очень надеюсь таки добраться до Донбасса. Может, к тому времени все-таки откинут все это от Реби. И хоть немножко там в Авдеевке, и хоть меньше, хоть капельку будет прилетать. Потому, что там сейчас реально носа не высунешь. И это четыре месяца активных боевых действий. Ну, это как бы вот так готовились к войне. Что тут можно сказать? Ничего нельзя сказать. Дай бог всем сил, здоровья. Пережить все это. Да. Это да. Не могу не пропиарить Грубника и призрак Новороссии. Все ссылки под роликом и на телегу Татьяны, и на телегу Володи. Подписывайтесь на Грубника, который неправильно встал в Одессе. Наш человек в Одессе, да. Да, да, да. Это вообще на самом деле был уникальный случай, когда пришла экспертиза, как он подорвал СБУ. Там вынесло весь второй этаж. Насчитали 12 миллионов ущерба. Это был единственный случай, когда ему его не предъявили, чтобы не выглядеть лохами и терпилами. Вот так вот неправильно встал человек. Подрался с тамошней Альфой. Да, с шестерыми. Это повезло, что он проиграл, потому что если бы выиграл, его бы пристрелили, как собаку. А так просто избили и в асфальт вкатали. Он еще успел их укусить. Ой, это была веселая история. Володя, красавчик. Подписывайтесь на призрак Новороссии. Все ссылки под роликом. Спасибо, Татьяна. Здоровья, удачи. Нам еще понадобится и то, и другое. Ой, это точно. На сегодня все.